По инициативе главы региона 2017 год объявлен в Ульяновской области годом предпринимательства. Как он будет проходить, сегодня нам расскажет председатель правления корпорации по развитию предпринимательства Ульяновской области Руслан Шевкатович Гайниддинов. Руслан Шевкатович, здравствуйте. Здравствуйте. Почему решено 2017 год объявить годом предпринимательства? С чем это связано? Сегодня интересная экономическая ситуация в мире складывается, в стране в частности. И губернатор, когда формулировал перед нашим блоком эту задачу, исходил прежде всего из важности нахождения сегодня на определенном пороге вообще постиндустриального развития, если хотите. Сегодня выиграет тот регион, который сумеет привлечь на свою территорию регионы, я в данном случае имею в виду регион, не просто субъект Российской Федерации, а вообще те регионы мира, которые смогут привлечь на свою территорию как можно больше предпринимателей и людей с предпринимательской инициативой, которые производят добавленную стоимость, которые являются единственным, на самом деле, реальным двигателем экономического развития. И поэтому еще в начале этого года, в марте месяце было подписано губернатором соответствующего распоряжения о том, что 2017 год будет год предпринимательства, где мы должны обратить на это направление особое внимание государственной власти и общества. И там есть три такие большие задачи. Это анализ всей институциональной среды, то есть анализ законодательства, прежде всего направленный на формирование наиболее комфортных условий для ведения предпринимательской деятельности и формирования делового климата благоприятного. Второй большой блок, связанный как раз с привлечением предпринимательских ресурсов, он вытекает из первого. Если мы формируем наиболее комфортные условия в регионе, в стране, да и мы, собственно, сегодня конкурируем даже не столько с регионами, сколько вообще уже в масштабе более немножко крупном. И, безусловно, это привлечение, организация возможностей для миграции предпринимательской к нам и формирование для этого всех необходимых условий. И третий большой блок, большое направление это формирование, если хотите, переформатирование общественного сознания и его отношение к предпринимательству, к предпринимателю как таковому. Потому что очень важно, чтобы все люди наконец-то поняли, что сегодня именно от этих людей зависит будущее. У нас нету надежды, не было никогда надежды на нефть, алмазы, газы и прочие блага. И всегда у нас главным мерилом были люди, а вот предприниматели, те люди, которые создают, как я уже говорил, добавленную стоимость, их крайне мало. Сегодня в России это всего лишь 6%. И к ним нужно совсем по-другому относиться. И эта задача и поменять это отношение, и поменять, если хотите, видение вообще, что такое предприниматель. И, безусловно, вовлечение в предпринимательскую деятельность большого количества, особенно молодых людей и наших сограждан. К 2018 году есть такая государственная задача о том, чтобы не менее 20% выпускников всех учебных заведений, они начинали свою предпринимательскую деятельность и состоялись как предприниматели. Сегодня, к сожалению, молодежь мечтает работать либо на государственной службе, либо в каком-нибудь нефте, алмазе, газе. К сожалению, и это формируется ведь сознание в большей степени родителями, закладывается, что дети должны быть в тепле, сытые и не мучаться и не думать о том, что будет завтра. А предпринимательство это деятельность, что называется, на свой страх и риск, и ты сам решаешь, что будет у тебя завтра. И, безусловно, наша задача сегодня поменять и показать, что такое предприниматель, его история успеха, как становятся успешными зачастую молодые люди, становятся чемпионами мирового уровня. И таких примеров очень много и в ульяновской бизнес-среде. Поэтому вот это все показать, рассказать, раскрыть, причем здесь нам помогают несколько наших проектов, такие как Лига школьного предпринимательства, где мы уже в образовательный процесс совместно с нашим министерством образования входим на достаточно раннем этапе. Это Лига студенческого предпринимательства, ряд других проектов, связанные с повышением компетенции, квалификацией молодых людей, прежде всего. с точки зрения принятия решений о занятии предпринимательской деятельности. Вот это в комплексе и составляет одну из главных задач года предпринимательства – привлечь внимание для того, чтобы сделать нашу экономику более сильной. А когда он стартует? Ну, год стартует с 1 января, да. Официально о старте года предпринимательства мы планируем объявить в рамках нашего форума, 8-го делового форума «Деловый климат в России», который пройдет 9 декабря. Кого пригласите на форум, как он будет проходить? Вы прямо пару слов. Ну, мы ждем всех тех, кому не безразлично как раз вот тема формирования комфортной институциональной среды для бизнеса. Это и органы власти, это и наши коллеги из других регионов, это институты развития, это, безусловно, предпринимательское сообщество и бизнес-объединение. Это как раз те люди, которые сегодня задают, что называется, тренды в стране. Ну, и вот мы уже достаточно опытные в проведении этой площадки. У нас нет задачи собрать 100 тысяч человек со всех регионов мира. Наверное, не в этом. А наша задача по форуму выработать те решения, те предложения. Так вот, наш опыт показывает, те предложения, которые рождаются на площадке нашего делового форума, он традиционно проходит в декабре, в конце года, в 2017 году они трансформируются в поручения первых лиц государства. Поэтому мы надеемся, что эта традиция, которая сформировалась уже на площадке нашего форума, она сохранится. И, безусловно, мы будем надеяться о том, чтобы на наше решение, принято и выработанное бизнес-сообществом здесь, они всегда поддерживаются губернатором. Я не помню, чтобы губернатор ни одного раза, чтобы он не поддержал предложения ульяновского бизнеса. И надеемся, что эти наши совместные предложения найдут свою поддержку и в лице руководства страны. На днях был утвержден план мероприятий года предпринимательства, может, основные пункты назовете? Я об этом сказал, это большое количество мероприятий, более 400, наверное, нам не хватит времени перечислять. Это и наши ключевые какие-то мероприятия в виде форумов, в виде стратегических площадок, где вырабатываются решения предпринимательских инициатив. И, знаете, еще раз говорю, дело даже не в мероприятиях, а это всего лишь материальное выражение той идеи, о которой я как раз говорил. Задача вовлечь всех в этот процесс, как можно большее количество людей, даже вот больше не предпринимателей, а другую сторону этого вопроса, это наших сограждан, органы государственной власти, то есть тех людей, которые никогда в шкуре предпринимателя не были, вот их надо вовлечь как раз в этот процесс. Еще раз повторюсь, нас-то предпринимателей, я к таковыми себя продолжаю относить, всего лишь 6%, а 94% это те, которые не производят добавленную стоимость, а ее, что называется, пожирают, сидя на спинах тех 6%. Ну, в 2017 году планируется и установка памятника предпринимателя, вот для чего... Безусловно, эта идея родилась 26 мая текущего года, в День предпринимателя, «Опора России» обратилась к губернатору с данным предложением, губернатор поддержал, сформирована рабочая группа, и сегодня совместно с муниципалитетом, с городом Ульяновском, я не буду пока всех секретов раскрывать, сегодня подобрано несколько участков, и мы рассчитываем уже в январе месяце открыть, скажем так, своеобразную краундсорсинговую площадку и организовать предпринимателей на, что называется, на сбор средств. Это именно должна быть своеобразная народная такая стройка, мы даже принципиально не хотели, чтобы здесь были какие-то бюджетные деньги, а вот как раз это и покажет, насколько близко вообще людям эта тема, и насколько мы удачный, увы, выберем образ, что такое предприниматель, чтобы его как-то определить в определенную форму и показать его содержание при этом. — Вот буквально недавно, 17 ноября, открылся в Ульяновске МФЦ для бизнеса. Какая концепция этого центра, и как он сейчас работает? — Ну, функциональный центр для бизнеса — это новое веяние в целом для России. И, значит, для чего оно создавалось, потому что сегодня нам необходимо выделить профессиональную аудиторию предпринимательскую, скажем так, в отдельный зал, если хотите, по нескольким причинам. Ну, безусловно, первая и самая простая — мы должны из очереди перед предпринимателем убрать физических лиц, стоящих в это же окошко, с тем же вопросом. Например, регистрация права собственности, она как может быть у предпринимателя, так и у любого другого гражданина. Так как мы понимаем, что эти вопросы связаны с экономическим развитием, то здесь должно быть все быстрее, а это одно из главных условий комфортности делового климата — сокращение процедур, сокращение того времени до принятия инвестиционного решения, до того момента, когда предприниматель вложит деньги в свое дело, а это зависит от качества регуляторной среды. Поэтому это, скажем так, главная миссия, самая простая для понимания. Следующее — то, что сегодня не все сервисы, скажем так, необходимые для бизнеса, они упакованы в оболочку государственных или муниципальных услуг. Например, присоединения к инженерным сетям никогда не было и никогда не будет государственной или муниципальной услугой. Хотя мы понимаем, что предприниматель сталкивается здесь зачастую с государственными монополиями, иногда и с частными сетевыми компаниями. Здесь нужен алгоритм, упакованный, что называется, и выведенный в определенные конкретные понятные сроки. Там много проблем, которые мы сейчас совместно с инженерной инфраструктурой решаем, и на площадке МФЦ-Б вводим это как отдельное окно. Очень большой вопрос, связанный с комплексным предоставлением, скажем так, объединением разных услуг, разных органов в одну. Предпринимателю, чтобы принять инвестиционное решение, нужно выбрать земельный участок, на котором можно реализовать свой проект. Для этого ему нужно получить информацию из разных органов власти, муниципалитета, Росреестра, ИСУГД. То есть они есть, но они разбиты на разные процедуры, соответственно, это увеличивает количество его обращений, допустим, в существующую систему. Вот мы на базе МФЦ-Б, а МФЦ-Б это неотъемлемая часть многофункциональных центров, те, которые есть, это не отдельный какой-то проект. Это нужно сразу понимать, что это единый организм. Просто мы сформировали здесь, выбрали только те сервисы, которые нужны предпринимателю, выбрали те сервисы, которых нет, которые мы упаковываем, или приклеиваем, собираем, скажем так, в одну услугу, или более правильно сказать, в один сервис. Делаем это проще, вводим ряд дополнительных сервисов. Например, по просьбе предпринимателя, его можно будет сразу зарегистрировать на портале госуслуг и сразу здесь же с оператором, с консультантом, либо на отдельно стоящем рабочем месте. Если у тебя вдруг нет твоего рабочего места или офиса, ты можешь подготовить необходимый пакет документов, проверить его с консультантом, со специалистом, заточенным, узко заточенным специалистом, а не широчайшего профиля, который от документов на социальные пособия до, что называется, решения на строительство. Невозможно найти такого специалиста широчайшего профиля. Поэтому здесь просто увеличивается качество. Это я всегда, когда мне спрашивают, что это такое, говорю, вот есть аэропорт, есть бизнес-зал в аэропорте. Вот примерно мы хотим сделать, чтобы у бизнеса это было не то, что комфортнее был мягче диван. Не диван ему там нужен мягкий и кофе в подарок, а ему там нужно быстрее, чтобы произошла услуга. И здесь государство опосредованно только заботится о комфорте для предпринимателей. На самом деле государство здесь интерес более корыстный. Здесь мы должны быстрее получить его инвестиции и предпринимателей в экономику. Вот в чем задача. Центр находится за Волгой сейчас, да? А на этом берегу появятся и вообще в других районах области такие центры? Решение было принято о формировании вот там, потому что мы понимаем, что за Воложской территорией достаточно компактно с точки зрения развития бизнеса очень много производственных предприятий, развивающихся, не только, даже не столько, мы говорим там о каких-то крупных инвестиционных проектов. Не они наши, скажем так, привилегированные клиенты, у них более-менее и так все хорошо в порядке, а вот большое громадное количество, это более 10 тысяч производственной сферы предприятий, которые активно развиваются, располагаются на этой. Ну и предприниматели это достаточно мобильная группа, значит, да, это не составляет больших проблем приехать, если там будут полезные и нужные услуги. Но, тем не менее, мы сегодня думаем, и в рамках заседания правительственной комиссии мы докладывали об этом губернатору, о том, что мы будем продумывать и расширение сети многофункциональных центров для бизнеса, или, точнее, зон для бизнеса на, скорее всего, это будет либо на площадке существующей инфраструктуры, либо на площадке существующих МФЦ. Поэтому, скорее всего, мы после анализа первого квартала работы нашего действующего МФЦБ будем принимать решение о реализации подобного же проекта на территории Димитровграда. И, наверное, в Ленинском районе это будет площадка, скорее всего, бизнес-инкубатора нашего действующего, где мы расположим первые, что называется, окна для бизнеса совместно с МФЦ. МФЦБ будем реализовать эту программу, поэтому мы рассчитываем, что к концу 2017 года мы уже выйдем на первые два. Дальше будем двигаться, исходя из объема государственных и муниципальных услуг, запрашиваемых бизнесом, на той или иной площадке, где находится сегодня действующий МФЦ. Условно, мы понимаем, что нам нужно засвияжки МФЦБ разгрузить, потому что там очень много людей и активности, и тогда мы понимаем, что, наверное, следующим этапом это будет засвияжский район. И так дальше пойдем по количеству услуг для бизнеса, где наиболее они востребованы, а не просто по территориальному принципу. Спасибо большое, Руслан Шевкатович. Давайте напомним, что 9 декабря в Ленинском мемориале будет проходить бизнес-форум, и предприниматели все приглашают, и не только. Да, мы приглашаем всех предпринимателей, неравнодушных. Ну, кроме общих задач по вырабатыванию комфортного делового климата, там будет много прикладных моментов, в частности, это традиционная контрактная биржа, где мы приглашаем крупнейшие предприятия Ульяновской области, и они будут раскрывать свои планы закупок на 2017 год. Поэтому эта площадка исключительно практическое значение, имеет и на нее собирается большое количество предприятий, желающих осуществить эти поставки. Это не государственные предприятия. Отдельно мы будем с государственными заказчиками делать площадку контрактную, где как раз предприниматели могут уже поставить и узнать, что будет закупаться из бюджетов данной сферы. Это в основном социальная сфера, кстати, будет. Отдельный блок — это встраивание и выход в крупнейшие торговые сети, российские, это и связанные с реализацией промышленных товаров, и безусловно продуктов питания, и это будет формат закупочной сессии, на который могут прийти все те и услышать от руководителей служб закупок требования и необходимость в той номенклатуре, в тех товарах, которые они готовы закупать. Вот это очень важная практическая часть, на которой мы рассчитываем, что все заработают денег, а это одна из главных задач в этом направлении. Спасибо. До свидания.